В предыдущей серии The Long Drive я на максимум применил свои инженерные навыки, чтобы сконструировать резвый, быстрый автомобиль. И вот что я выяснил, сову на глобус довольно трудно натянуть. И второе, у меня нет никаких инженерных навыков. Но настоящее открытие ждало меня впереди, когда мимо меня пролетело НЛО. Из-за него все мои электронные приборы перестали работать. Даже запись этого видео прекратилась. Даже сам интернет заглючил, и вы не смогли посмотреть этот видос. В общем, как вы понимаете, в этой игре еще множество тайн, которые мы с вами сейчас и будем открывать. Всем хай, с вами Юджин, и мы продолжаем с вами играть в The Long Drive. Держим путь дальше, на нашем автобусе. Да, я не смог в итоге ту машину приручить, она была слишком непокорной. Поэтому мы едем дальше, я уверен, мы найдем что-то подходящее для нас. Только не камень, пожалуйста, боже мой. В следующий раз, когда появится НЛО, я хочу быть готовым к этому. Я выбегу и начну стрелять по ней. Так, все ли у нас там на месте, что-то не видно, как включить свет в салоне. Нет, вот. Сара тут, вобила дебила тут. Какую-то я дверь открыл, надо закрыть, все, окей, хорошо. Едем дальше. Я не знаю, есть ли в этой игре концовка, и мы будем в нее играть до тех пор, пока она подкидывает нам клевый сюрприз. Что-то скорость у нас парашная, другого слова нету. Почему так медленно едем? Наверное, потому что в горку, да? Ну, конечно, все дело было в подъеме, посмотрите, теперь скорость стремительно увеличивается. Кому нужны эти машины с прокачанным движком, когда есть такой классный автобус, который с горки скатывается. Просто на огромных скоростях. Аж страшно самому. Управлюсь ли я с этим управлением? О, нет, нет, а я шучу, все в порядке. Но только не у этого кроника. Подохла тварина. Так, все на месте? Стоп. Не все на месте. Моя женщина. А, вот ты где завалялась. С ней все более чем в порядке. Все конечности на месте. Точнее, все найденные конечности. Нам же нужно еще найти ей руку одну. Стой, стой! Боже мой. Офигеть, с НЛ упали какие-то инопланетные предметы. Наверняка что-то ценное. Так, что тут у нас? Инопланетный бластер? Ерунда какая-то. А это? Эликсир вечной молодости. Блин, ну его нафиг, что мне вечно слушать сопливые треки и скрыть под них? Кому оно надо? О боже, а это что такое? Я инопланетная карта мультипаспорт Тинькофф Блэк. Офигеть, ты такая красивая. Конечно, смотри какой у меня роскошный дизайн, созданный художником-иллюстратором Женей Зубковым. Фан Дэви с нейросетью. Со мной твои границы значительно расширятся. Я и так еду по безграничной пустыне, куда мне еще границы расширять? Я, конечно же, говорю про границы твоих привычных представлений о том, как могут выглядеть банковские карты. Фух, хорошо. И со мной тебе открыт доступ во вселенную выгоды от Тинькофф. До 15% кэшбэка на 4 категории трат, которые можно выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка за покупки у партнеров. И этот список постоянно обновляется. Доход до 6% годовых на остаток по карте с подпиской Тинькофф Про. Причем кэшбэк приходит настоящими рублями, а не бонусами. Бесплатные переводы даже на карты других банков через СБП и снятие наличных без комиссии. А мой примитивный земной смартфон сможет управлять этой инопланетной картой? Конечно, с помощью удобного приложения, внутри которого в несколько кликов можно купить билеты на человеческое кино, концерты и в театр с кэшбэком до 30%. Обязательно с выгодой схожу на все эти мероприятия. Если я куда-нибудь доеду. Смотри-ка, еще у меня есть нейростикеры. Причем они прилагаются к каждой карте, что позволит каждому владельцу поменять с их помощью свой аватар. Нужно просто наклеить стикеры на карту. Иди же скорее ко мне, я готов тобой владеть карта. А ты перешел по ссылке в описании, чтобы оформить Тинькофф Блэк? Эм, нет, я этого не делал. Тогда прощай. Что? Чтобы меня получить, нужно перейти по ссылке в описании. Так что все, давай, пока. Нет, стой! А, чертовы пришельцы! Ничего, я догоню вас. Наконец-то мы куда-то приехали. Стоп, 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 стоп! Что это такое? Что это? Вот это новенькое что-то. Улучшить мотор. Выходим. Страшно, жутко и очень интересно. Это чья-то могила? Мы можем на нее запрыгнуть. Естественно, мы запрыгнем на нее сверху. Оп, сейчас. Стоп, 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 стоп! Запрыгнули. Вот, ээ... Вот и все. Я не знаю, для чего я это сделал. А я знаю, для чего. Чтобы сделать красивый снимок с катаной. Вот так. Оп! Нет, с ружьем. Делайте скриншоты и ставьте себе на рабочий стол. А теперь давайте посмотрим, что нас ждет в этом доме. Надеюсь, какая-нибудь клевая находка. Мне нужна новая машина. Автобус это классно, надежно. Но далеко не уедешь. Уедешь, но это будет очень долго. Я ждать не намерен. Здесь нет машины. Надеюсь, хоть что-нибудь полезненькое здесь будет. Во-первых, есть холодильник. С жратвой под ним. Я запасливый человек. Все складываем. Это мне надолго хватит. Ага, я знаю, я знаю. Здесь же вода будет. Как раз таки давайте сейчас и попьем. Вкусно. Стой, закройся. Закройся. И слушай, а что у нас по охладителю? 7 литров из 10. Очень много. Можно и не париться. В таком случае разбиваем эти ящики. Наверняка что-то полезное будет. Давай ящик. Дай мне что-нибудь. Это как киндер сюрпризы прям. О! Смотрите. Смотрите. Это же. Это же. Двухстволка. Как ею пользоваться? Все, мы ее экипировали. Смотрите, это реально двустволка. Так, у нас же есть патроны. Я как раз таки предварительно их находил. Патрончики. Вот вы где. Получается, нам нужно держать их в инвентаре, чтобы мы могли зарядить нашу двустволочку. И вот так. И вот так. Но это на крайняк. Лучше иметь при себе патроны для винтовки, так как мы будем стрелять по НЛО. Еще что-то есть прикольного. Телек. Мы можем его включить. Ну-ка. Какой-нибудь канал. Я знаете, что думаю. Надо взять его с собой, пусть в салоне стоит. Вдруг мы что-то поймаем, какой-нибудь сигнал. Вот здесь будешь. О, тут еще шоколадки и всякие штучки. Парахло собрал. Тут, конечно же, да. Я не удивлен. Здесь Сара и слиток золотой. Это нужно забрать с собой. От кого-то мы потом будем откупаться по-любому. Ты здесь много времени потратил? Не понятно почему. Уже темнеет. Давно полное. Поехали дальше. Игра. Мне нужна машина. Быстрая, резвая. Господи Иисусе, дай мне это. Мы должны направить запрос в вселенную. Сконцентрироваться на нашей мечте и отправить. Все, игра даст мне машину классную. Осталось только ждать. Впереди вышка. А тут бинокль. Как им пользоваться? Это так, типа, делается? Как в реальной жизни прям. Максимально неудобно. Что это за пятна белые такие? Их нету. Их в реальности нету. Этот бинокль видит что-то, что мы не видим своими глазами. Например, вот эта надпись. Чик знает. Нужен нам этот бинокль, не нужен. Ну, троп подсказывает, что надо взять. Или это просто мое барахольничество внутреннее подсказывает. У меня идея. Давайте оставим дверь открытой. На случай, если прилетит НЛО, я смогу выбежать из автобуса. Тогда и оружие перезарядить нужно. Опа, впереди интересный дом. Конечно же, едем туда. Опа, и справа еще один дом сразу. Как раз таки, когда отсюда поедем к дороге, мы заскочим в этот домишко. Давай же играй. Я жажду великих находок. Пусть даже бесполезных. Главное, чтобы такой я. Сразу ставим автобус в нужную сторону. Вот. Прямо лицом к тому дому. Ну, давайте, ну, посмотрим. Кажется, здесь никого нету. Я никого не слышал. Тут есть кто? Спробуем на нем. Вообще, он какой-то спокойный. Чувак. Это прям как в фильме «Ведьма из Блэр». Есть кто смотрел. Стэнли. Стэнли, что с тобой? Стэнли? Вдруг он мирный. Я не знаю, что он хотел сделать. Возможно, он хотел меня просто обнять, руку мне пожать. Вот так руки ко мне тянул. Возможно, хотел пожать, но я что-то зассал. Однако. Очень клевое оружие. Я убил его с первого раза. Какой-то он тяжелый. Почему я не могу его нести? Че такой тяжелый? Не виду от тебя таких тяжеловесов. Ты что ж такой-то? Вот, заворотник взял его и понес. Не дергайся мне тут. В отличие от двух Билли, тебя зовут Стэнли. Поэтому, надеюсь, я не перепутаю, кто из вас кто. Ща быстренько пошаримся здесь. На первом этаже нет ничего. Это патроны? Это патроны для револьвера. Обязательно нужно взять с собой унитаз. Пошел ты. Настоящие выживальщики ходят под себя. Или под автобус. Едем, роняем кал. Почему? Почему мы встали? Почему мы встали и все выскочило? Что ты делаешь? Что это было? Это я себе поднасрал так? И здесь на крыше щеточка. Погодите, щеточка. Это же по идее мы можем почистить наши колпаки. Ну, давай, 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 давай. Слушайте, песка и пыли много, а толку я не вижу никакого. Что за говно? Щетка. Такое ощущение, как будто здесь уже настолько все испорчено, настолько все загажено, что без вариантов. Ладно, может быть, тебя можно почистить? Я не знаю, что чистить этим нужно. Блин, слушайте, не чистится. Странно. Может быть, надо намочить, а то я просто с сухой щеткой тру. Сейчас намочим. Ага. Конечно же, это не сработает. Я знаю, что это не сработает. Но я попытался. Эта игра иногда может удивлять, знаете ли, своей реалистичностью. Щетку кладем. Спим. И едем. Слушайте, что-то здесь надгробие. Как-то много надгробия в этой серии. И ни одного надгробия в прошлых сериях. Также безымянная могила. Ладно, фиг с ней. Скажите мне, а вот этот дом? Что это такое? И тут мне понадобится бинокль, который я взял. Так, надо повыше забраться. Куда ты уронил? Как-то так? Ах, черт. Мутно все. Охренительно видно. А, стоп, вот же он. Это дом. Да, это крутой дом какой-то. И там я еще что-то вижу, вышка какая-то, и вон дорога. Слушайте, бинокль крутой на самом деле. Мы туда обязательно сгоняем. Мне кажется, кстати говоря, он по пути, прям по дороге. Смотрите, еще один автобус. Что? Это же дорога. Это блокпост? А, 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 такого, такого не видать. Оружие в руки. Это засада. Это засада по-любому. Сейчас что-то произойдет. Так, я знаю, что вы там прячетесь. Ну-ка, выходите с поднятыми руками. Кажется, тут давно никого не было. Даже кактусы уже успели вырасти внутри. Этот блокпост оставлен. О, это радует. О, стоп. Два кролика сразу сдохли друг об друга. Это они, что ли, блокпост тут устроили? Я еще нашел патрончики. Я не знаю, как их... Можно объединить, может быть? Может быть, может быть. Мы объединяем. Опа! Какая продуманная механика здесь в игре. Это просто вау. Матрас. Или что это? Аккуратненько. Я все-таки не хочу терять бдительность. Никого? Похоже, что никого. Смотрите, а еще патрончики. Еще кусок мяса. Ай, хорошо. Маленькое багажное отделение. Я уже скоро его полностью набью. Ладно, грех жаловаться. Стоп, погодите. А я такой беспечный. Мне бы и голову надо ломать. Потому что... Что у нас по бензинчику? По топливу? По дизелю-то? 40 осталось. Да фига еще. Так что можно спокойно ехать. Тем не менее, надо не забывать про это. Телек. Ничего не показывает. Смотрите, Стэнли и Сара кино. Пришли смотреть, но, видимо, уснули. Неинтересное было. Ладушки, давайте поедем отсюда. Все равно здесь как-то неприятно. Мне неприятно вот сам контекст этого всего. Как будто бы там людей останавливали. Грабили. Так же, как я сейчас ограбил их блокпост. То есть там такие же были негодяи, как я. К сожалению, дорога уходит вправо, а дом слева. Что ж, поехали налево. Такой выпуск получается, знаете, настораживающий слегка. И вроде бы спокойный. Но где-то там у меня какая-то тревога сидит. Как будто скоро что-то пойдет очень сильно не так. Но я человек оптимистичный, поэтому забиваем на тревогу и просто едем не паримся. Том. А в нем машина. Раздолбанная, разумеется. Есть кто? Я слышу тебя, гад. Я тебя слышу. Погоди секундочку, погоди. Возьмем нашу катану. Ай. Смотрите, как неприятно смотрится в моей тени. Такой чувак с катаной идет. Это очень страшно. Для этого жителя это прям как хоррор какой-то начинается. Он говорит, что он идет. Он знает, что я здесь, да? Я сам зайду, не парься. Я зашел. Надеюсь, ты не против. Смерть. Смерть и рука. Смерть и рука. Спасибо. Мы собрали полную Сару. Что? Ты здесь не один? Или, или, или что? Это он жив? Потом разберемся. Сара, операция. Срочно. Ты у нас вся на пластике. Ничего, это нужно, чтобы ты стала краше. Присобачить. Готово. Никакой ачивки нам не дали за это. Тем не менее, посмотрите, какая, какая, какая ходячая Сара. Она прям ходит. Ой. Сразу за жопу мужиков трогать? Нет. Давай же. Я хочу, чтобы ты стояла. Стой гордо. Человек прямо ходящий. Сейчас мы вот так поставим ее. Она стоит. Ой, как красиво она стоит. Пусть стоит. Держись за поручень только, когда я буду ехать. Ладно, пойдемте вычистим весь этот дом. Что-то мне не нравится, что здесь. Где ты? Он сверху? Или это ты говоришь? Нет, вот скорее всего наверху еще один чувак. Он там. Ой. Фу, он заразный что ли? Смотрите, летучая мышка. В похожем доме мы находили летучую мышку, только дохлую. Даже не дохлую, а просто как бы игрушка. Вот, типа такая. Мы здесь. Смерть близка. Ладно, как-то на ночь глядя убивать чувака не хочется. Дадим ему отдохнуть. Чтобы он умер выспавшимся. Все, дохлый, дохлый, дохлый. Это что такое? Смешно, не так ли? Какой-то журнал. Природа и девушки. Почему-то это крипово для меня. На обложке она стоит к нам лицом. А здесь та же самая локация, та же самая девушка, только ее теперь сзади сфоткали. Отвратительно. Опа, здесь есть масло. Надо забрать. У нас его не так много, надо бы пополнить запасы. Есть. И канистра с бензином. 2,5 литра. Нам бензин не нужен. Оп. Здрасте. Или тучую мышку возьмем, пожалуй, да, почему бы и нет. Боже мой, все вывалилось. Давай, автобус, я верю, что ты сможешь все это унести. Машины мы нашли отстойные, я не буду на них время тратить. Так, теперь нам бы дорогу найти. Дорогу найти, где она? Дорога-то. А вон дорога. Ай, как хорошо. Ай, как замечательно. Сара упала. Я же сказал, держись за поручни. Отлично, мы вернулись на дорогу. Теперь мы будем ехать до тех пор, пока не найдем что-то стоящее. Мне нужна машина. Скоростная, неудержимая. Посылаем сигнал во вселенную и едем. Не это я посылал во вселенную. Все говно из меня вытрясли. Сара, твою мать, что ты там делаешь? Ты что себя механиком возомнила? Где она? Давайте проверим чуть вперед. Где она? Вон она. Чуть задвинем автобус. А, аккуратнее, чуть руки и ноги не переломалась. Они ведь у нее новенькие, только поставил. С ними надо бережно, женщина моя. И что это Стэнли решил тут выпрыгнуть? Она на место сел. Да. Теперь едем и посылаем сигнал. Короче, поехали. Посмотрите, какая у меня котова смешная в руке. Водитель сразу дает понять, что будет с безбилетными. Стоп, 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 стоп. Стоп. Стоп, летит. Летит. Включись. Включись. Выходим. Выйди, урод. Стреляй. Давай. Убить. Ну же. Дробашом. Нет. Не улетай, пожалуйста. За ней, за ней, за ней, за ней, за ней. Ах ты дрянь такая. Думаешь, ты от меня улизнешь? Она улизнула от нас. Было очень нервозно. Как же мне ее поймать-то? Вообще, можно ли это сделать в игре? Я не знаю, я сам себе это придумал. Я знаю, что я сделаю в следующий раз. Если она появится, я тормозну, выйду и об автобус прыгну очень высоко. И когда я прыгну, я буду сверху мочить прям по кабине, чтобы в пилота попасть. Опять же, я не знаю, можно ли попасть в пилота, я сам это себе придумал. Но так как игра любит удивлять своими проработанными механиками, возможно, это сработает. И еще они чаще стали появляться. Это уже второй раз. До этого мы вообще ни разу ничего подобного не видели. О, посмотрите, я все двери открыл. Ой, я все двери открыл. Мои все на месте? Закрыть. Смотрите, корабль. Это уже второй корабль за всю игру. Там много бочек с топливом. Так что тормознем. Много не то слова. Бензин, масло, дизель, нет, говно. Надо чисто найти. Масло 48, я даже не знаю. Ладно, давайте возьмем с маслом бочку. Не знаю, куда ее деть. Еще, блин, еще. А вот и дизель. Так, это нам срочно нужно. Катись, бочка, катись. Отлично, с этим проблемой мы только что решили. Еще 58 литров дизеля. Заливаем. Значит, из полезного две бочки с дизелем и три бочки с маслом. 30 литров, 24 и 48. Чистейший продукт. Надо это взять с собой, потому что я уже понял, что движок от автобуса можно поставить в машину, и он очень хорошо работает. А значит, нужно иметь дизель про запас. Сейчас попробуем вот слить в одну все. Давайте сначала пополним автобус прям на максимум. А лучше не на максимум, а вот так вот поставим. 28 дизеля и 50. Как раз таки одна будет целая бочка. Сейчас я попробую перелить. Кажется, я переливаю. Да, я переливаю. Посмотрите, как удобно. Только что-то медленно. Какая-то фигня. Полное уродство. Я не хочу так медленно все это лить. Если мы сделаем вот так. Чуть-чуть побыстрее. Полное. Остальное дольем сюда. 80 литров дизеля. Я не могу ее поднять. Пожалуйста. Как же так? Надо что-то придумать. Как-то ее затащить наверх. О боже мой. Я не ожидал такого поворота. Давай на себя. Тащи на себя. Глупо просить Билли помочь. А что если поддеть катаной? Давай. Как домкрат должен сработать. Нет. А может быть другой бочкой? Я сделал только хуже. Секундочку. Не надо. Нет, нет, нет. Твою мать. Окей. Придется слить. А, я бы прям больно слушать это. Однако это мне кое-что напомнило. Ну все, ну все, ну все. Хватит, хватит. Все, я могу тебя взять. Конечно же могу. Поднять могу. Нести могу. Вот. Это нужно с собой тащить. Обязательно. Потом наполним новую машину. Быструю. Вот здесь. Вот здесь бочка никуда не денется. Вопрос. А что мне делать с этими бочками тогда? Давайте просто возьмем одну. Вот здесь встанет. Отлично. Все, мы подзаправились. Себя подзаправили. Можно ехать, я думаю. Мне не нравится, как бинокль торчит. Бинокль, не торчи. Лежи спокойно. Затарились неплохо. Можно ехать дальше. Окей, НЛО мы повстречали. Погодите, что это? А, это вышка. Жопа-вышку. НЛО мы повстречали, как и хотели. Не добыли его. Но зато мы поняли, что посылы во вселенную работают. Осталось только до машины доехать клевый. Это что такое? Что это за прилавок такой? А, это бинзоколонка. Там хлам. Едем дальше. Сейчас будет ночь, а НЛО чаще появляется по ночам. Я всего два раза видел, но мне кажется, что чаще по ночам. Когда первый раз я увидел, я не помню, какое было время суток. Скорее всего, ночью. Поэтому по ночам. Это статистика. Интересно, а вдруг они решат меня похитить? И если так, то будут ли они делать со мной то, что делали в первом пилотном эпизоде Южного парка? Смотрите, с какой скоростью я еду. Я даже не газую. Я сейчас слезу. Блин, с дороги нет. Опа, как все пошло не так. Как внезапно все пошло не так. Стоп. Ой, я надеюсь, что все хорошо. Бочки тут. Люди мои тут. Все на месте. Не паримся, значит. Лучше так не разгоняться. Это все-таки автобус. Он не такой управляемый. Стоп, гараж. Стоп, гараж. Там гараж. Стоп, поэтому быстрее стоп. Какой ты? Почему ты не стоп? Офигеть, меня несет. Все в порядке? Все живы? Разворачиваемся. Гараж. Это означает шанс найти машину. Это такой шанс найти машину. Боже мой. Вот бы этот шанс реализовался. И это еще и шанс найти. Еще одна нога. Ног много не бывает. Теперь она как из The Forest девушка. Как раз я именно о такой и мечтал. Посмотрите, она же теперь еще устойчивее. Как никогда. Видали? Ну, не так. Не так ты стала. Да что ты делать будешь, а? Стой нормально, тебе говорят. Ладно, мы найдем четвертую ногу. И тогда она будет стоять точно. А потом еще повсюду руки. И она будет выглядеть как... Как акробат, делающий колесо. И сфотканной в процессе. Так что кажется, что у нее очень много ног и рук. Вот, наверное, вот так она будет выглядеть. Одним словом, прекрасно. Пожалуйста. Че? Труп. Труп лежит и явно хочет ко мне в гости. Посмотрите, ну это же зелень. А это что такое? Это дом летает в воздухе. Погодите, мне нужен бинокль. Это летающий корабль. И вон дом. Корабль летающий, прикиньте. Летучий голландец, походу. И вон дом. Куча домов вокруг. Ой-ой-ой-ой. Кролик. Нет, кролик. Фу, кролик. Какой-то огромный альфа-кролик. Боже мой, что это за звук? Что это было? Куда он делся? Такое ощущение, как будто я стрелил в него разрывной пулей. А вон он. Я его грохну. Пошел ты. Пошел ты, знаешь, куда кролик. Все, он убежал. Убежал, засал. Так, все вывалилось. Этого я не ожидал. Но как вывалилось, так и сложится обратно. Опа, и еще один дом вдалеке. И там дома. Повсюду дома. И прям очень зеленые. Все, я что-то не понимаю, что за прикол. Мы приехали в новый биом. Я очень заинтригован. Так, надо быстренько-быстренько пошерстить здесь. Из всего я нашел самое полезное. Это новый маленький висячий человек Майнкрафта. В остальном же просто канистры и хлам. Давайте не будем терять здесь время. Опа, новая висюлька. В виде жука какого-то. Будет висеть у меня. Хорошо, держим путь в зеленую долину. Я надеюсь, что она реально будет зеленой. Надеюсь, что изменится реально что-то. И вон тот дом, который я видел вдалеке, тоже интересен. По-моему, это какой-то очень большой дом. И корабль рядом. Но корабль не нужен мне. Что это? Это автобус, твою мать. А, смотрите, кто у нас тут. Очередной пассажир. Он сказал, я все равно хотел умереть. Желтый автобус, что есть? Что нету? Пустой? Нафиг нужен. Окей, а что у нас на крыше? Опять какие-нибудь сани уродские. Сани нету. Здесь ничего нету. Уродский дом. Разве что кролик агрессивный. Кнуть! Ого, как я так с одного удара. Знаете, в чем уродство? Меня обнадежили просто так. Так, ничего зеленого здесь нету. Что за звуки? Это ты, Телек? Такие. Блин, хватит меня пугать. Игра, пожалуйста. Я тут один посреди ночи еду. Знаете, как неприятно? Или это просто ветер? У меня уже воображение играет. Погодите. Дорога. Это совсем другая дорога. Мы только что проехали. Что? Стой, 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 стой. Мы заехали на другой участок дороги только что. Это более ухоженный, что ли? И вот этот прицеп. Что это за прицеп такой? Давайте поспим, чтобы было светло. А то я нифига не вижу. И страшно. Прицеп. Какой клевый прицеп. А я могу его к автобусу присоединить? А сейчас мы и разберемся. Возможно, я могу его прицепить. Да, я могу его прицепить к автобусу. Вот такой вот у нас прицеп теперь будет. Мега грязнющий. Давайте посмотрим. Может быть, мы можем это как-то исправить? О, красота. Ой-ой-ой-ой-ой. Ба! Так его отнесло, жесть. Вот так, ты не подходи к моему прицепу, бэч. Куда-то исчез корабль, а вот там я вижу дом вдалеке. Я туда не поеду. Мы еще найдем дом впереди. А теперь, что там делал я? Чистил свой классный прицеп. Все, я больше не могу его чистить, к сожалению. Ну, что ты взял эту саблю так, как будто харакири будешь делать? Перестань. Прицеп это, это, конечно, находка. Теперь есть, куда сложить эти бочки. И есть, куда сложить людей. Вот так, да. Раскатывай, раскатывай свой пресс. Ну, это чтобы мышцы не застаивались. Боже мой, я, кажется, делаю прицеп маньячины. А, нет. Это нелегальные мигранты. Я перевожу их из Мексики через границу. Там останутся только оригинальные Билли и Сара. Все, ребят, не бойтесь там в прицепе. Я вас через границу доставлю в целости и сохранности. Так, так, так. Смотрите, и цвет земли немножко изменился. Она зеленоватой стала. Может быть, мы реально в новое место приезжаем? Новый биом. Да, все изменилось. И у нас теперь классный прицеп. Это главное изменение. Посмотрите, там на реке, ребятам, очень весело. Как его колбасит. Ах, там веселуха сейчас. Вы понимаете, что означает этот новый биом? То, что у игры есть прогресс. И мы даже, возможно, куда-то приедем. Все изменилось. Теперь только нет кактусов. И пить будет сложнее. Но благо я с собой нарвал. То есть, все теперь станет гораздо сложнее, походу. Даже дорога сложнее, кажется. Что это за... Что это за... Что с этой полосой? Сразу видно, на скорую руку делали. Вот я такие же ребят сейчас везу. Работничков. Которые будут делать дороги вот такие. А я, кстати, получается, провез через границу. Вот это позитивная нота, на которой, я думаю, мы закончим этот видос. И в следующем выпуске мы постараемся найти крутую машину. И еще кучу всего нового найдем. И, может быть, даже куда-то приедем. Ну, а пока мы едем, переходи по ссылке в описании, оформляя карту Тинькофф Блэк. И получай ежемесячно инопланетный кэшбэк на земле. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И не забывайте про все мои соцсети. С вами был Йоджин, друзья. И всем пять!